Добрый вечер! Вы смотрите программу «Диалог» в прямом эфире в студии Валентин Бойко. Как всегда, по понедельникам мы встречаемся здесь, чтобы обсудить очередную актуальную тему. И сегодня у нас вновь одна из наших вечных, пожалуй, самых рейтинговых тем. Сегодня мы вновь поговорим о здоровье и здравоохранении. Сегодня мы в первую очередь сосредоточимся на вопросах медицинской реабилитации после тяжелых заболеваний. Обсудим проблему нехватки некоторых специалистов в учреждениях здравоохранения нашего города. Но также ответим на те вопросы о системе здравоохранения, которые вы нам, я надеюсь, зададите. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, не стесняйтесь, пользуйтесь телефонами горячей линии, либо электронной почтой. Все необходимые сведения вы сейчас видите на своих экранах. Но в гостях у нас сегодня Галина Анатольевна Будковская, заместитель главного врача Мозорской центральной городской поликлиники по медицинской экспертизе и реабилитации. Но напомню для тех, кто может быть не в курсе или подзабыл, Мозорская центральная городская поликлиника, это та структура, которая руководит всей системой здравоохранения. Поэтому любые вопросы, которые возникают, пожалуйста, задавайте. Возможно, не на все мы сможем в течение эфира найти точный ответ, но во всяком случае можно затрагивать проблемы, высказывать замечания, предложения. Может быть, благодарности в адрес врачей, все-таки не все у нас плохо в здравоохранении, благодарности обычно тоже хватает. Ну, однако, прерываем поток многословий, предоставляем слово нашей гости. Галина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Галина Анатольевна, вы у нас впервые в гостях, приятно, когда приходят новые люди. Как-то странно, что до этого момента как-то вы к нам никак не заглядывали. Вот ваш непосредственный начальник Игорь Васильевич Баранов частенько к нам захаживает. Но, оказывается, работают его ведомства и такие прекрасные дамы. Он от нас скрывал этот факт. Спасибо, Валентин, за комплимент. Я тоже рада присутствовать в суде. Галина Анатольевна, поскольку вы у нас впервые, пожалуйста, немножко расскажите о себе. Откуда вы родом, где учились, как вообще пришли в медицину? Я родом из Брянской области. В моей семье я уже медицинский работник в третьем поколении. Моя бабушка была среднемедицинским работником. Начинал свою медицинскую карьеру с военного госпиталя. Затем она долгое время была фельдшером, акушером. У нее войну, случайно ли? В войну, войну. На Ленинградском фронте я оканчивала в дальнейшем Ленинградское медицинское училище. Мама фармацевт, но я уже стала врачом. То есть, получается, бабушка была медсестра, да? Мать фармацевт. Да, я уже стала врачом. Действительно, с такой-то семьей как-то сложно было бы, наверное, избирать другую стезю. Но а кто вы все-таки по специальности? Понимаю, что у вас работа вроде как административная, но ведь есть же врачебная специальность. Моя основная специальность – эндокринология. Это заболевания сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и других эндокринных органов. Как вам удается поработать хоть по специальности какое-то время в течение недели? Или все занимают административные вопросы? В первой половине дня я работаю по совместительству врачом-эндокринологом. В третьем терапевтическом отделении обслуживаем мы районных пациентов. А, то есть, получается, вы работаете именно в больнице, да? И именно с пациентами из района. Да, в поликлинике и с пациентами из района, да. Ну, тоже, Клина Анатольевна, тут мы не просто так собрались в этой студии сегодня встретились. Дело в том, что буквально в воскресенье вчера был День медицинского работника, в связи с чем хочется поздравить вас и ваших коллег в вашем лице. Но как День работника медицинского отметили, как неофициально отмечают, я спрашивать не буду. Расскажите, как официально это прошло? Как всегда здорово, как всегда позитивно. В этом году мы провели конкурс «Летний аккорд», в котором участвовали многие мои коллеги, начиная от простого сторожа, заканчивая заместителем главного врача. Каждый проявил свое творчество. Это были и песни, это были и танцы, это был и сценический жанр. Масса положительных эмоций, полный зал. Все было очень здорово. Это случайно не в ДКНПЗ было? Это было в ДКНПЗ. Я просто помню, проезжал мимо в автобусе, и народ все обсуждал. А что же там за толпа такая собралась? Что это за праздник такой-то, скорее всего, у вашей коллеги? Да, это были наши коллеги, это были наши ветераны. Многие коллеги приходили со своими семьями, приятно видеть было их с детьми. Было все очень здорово. Слушайте, когда вы готовиться успевали? Потому что сейчас вот посмотрят наши пациенты, ваши пациенты, жители нашего города, скажут, ничего себе, у них, оказывается, еще для песен и танца время есть? На самом деле, мои коллеги весьма творческие личности. И было достаточно всего несколько репетиций для того, чтобы выйти на сцену. Ну а некоторые из них даже в перерывах между приемом пациентом умудрялись репетировать в своих кабинетах. Даже такое было. Ну тут хочется низко поклониться нашим врачам, работникам, которые даже в таких сложных условиях, я знаю, что некоторые работают на полторы, и две ставки даже, говорят, находят возможности. Но сейчас достаточно актуально эта тема всплывает, как тема медицинской реабилитации. Обычно мы во время таких встреч с врачами рассуждаем о лечении, о профилактике, но бывает так, что это уже болезнь как факт, и надо как-то человека восстанавливать. Вот вы заместитель главного врача, в том числе по реабилитации. Вот если говорить в общем, реабилитация – это вообще что? Репилитация – это система различных мер, которые направлены либо на восстановление каких-то жизненных функций, либо на компенсацию утраченных функций. Есть такая мировая проблема и мировое понятие – это концепция последствий болезни. Любое заболевание имеет свои последствия, даже самое легкое, самое незначительное. Грипп? Даже тот же грипп, простуда, наспорг. Тем не менее, на какое-то время остаются последствия этого заболевания. И реабилитационные мероприятия – это комплекс тех мер, которые помогают нашим пациентам либо восстановиться полностью, либо в некоторых случаях компенсировать утраченные возможности. Ну что ж, я предлагаю, извините, что пока прерывали, потому что мы сняли сюжет на эту тему. Давайте после него, чтобы наглядно показали нашим зрителям, как это вообще происходит, продолжим наше обсуждение. Оставайтесь с нами. Отделение реабилитации в городской больнице работает уже 10 лет. Ведь перед современной медициной стоит задача не только спасти пациента, но и постараться вернуть его к полноценной жизни. В отделении, значит, рассчитано на 40 коек. Из них 20 неврологических, 10 травматологических и 10 кардиологических. И практически всегда 40 человек на своих местах. Большинство людей попадают сюда из неврологического отделения, а многие восстанавливают здоровье после травм. Немало среди пациентов и сердечников. После перенесенных инфарктов и инсультов многим тяжело выполнять простейшие действия. Для реабилитации используют как простейшие приспособления, так и сложные спортивные тренажеры. Именно движение является залогом успешного восстановления организма. Параллельно применяются и другие методы. Массаж, например, помогает в лечении заболеваний нервной системы, дыхательных путей при различных травмах. Поэтому кабинет массажиста работает с полной нагрузкой. Все хотят пройти массаж. Это более действие не медикаментозное, как рефлекторное воздействие на организм и помогает людям. Они чувствуют разницу. Радиармассаж, курс массажа. Реабилитация после тяжелой болезни – процесс небыстрый. Поэтому пациентам приходится запастись терпением. По всем канонам реабилитации восстановление идет 75% – это до года после заболевания. И 15% – от 15 до 25% – это все последующее время. Чтобы полностью встать на ноги и вернуться к нормальной жизни, одного лишь курса недостаточно. Поэтому после выписки из больницы необходимо постоянно контролировать свое состояние и следовать рекомендациям врачей. Напомню, что гость нашего диалога в прямом эфире – Галина Анатольевна Бутковская, заместитель главного врача Центральной городской поликлиники по вопросам реабилитации и медицинской экспертизы. Все правильно, да? Все правильно. Очень длинно звучит так должность. Мы посмотрели сюжет о медицинской реабилитации. Я обратил внимание, что в большинстве своем пациента реабилитационного отделения это люди где-то среднего возраста и старше. С чем это связано? Это связано с тем, что все-таки количество пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркты миокарда, средний возраст их выше все-таки молодого. То есть это средний возраст от 50 до 60 лет. Поэтому основная масса пациентов реабилитационного отделения тоже где-то в этом возрастном коридоре. В нашем реабилитационном отделении оказывается медицинская помощь по трем основным направлениям. Это неврологическая, при неврологических заболеваниях, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях сердца и травматологических заболеваниях. Это после оперативных вмешательств на суставах, после тяжелых травм. Там, где все-таки тяжелые травмы, там, наверное, все-таки более такой молодой контингент. А вот сердечно-сосудистые, неврологические заболевания, средний возраст таких пациентов старше 40, в пределах 40-60 лет. Люди по природе свои оптимисты всегда надеются на лучшее. То же самое, что касается реабилитации. Если у человека что-то случилось, где-то подвижность частично потерял, он обычно надеется, что врачи, медработники на 100% вернут его к нормальной жизни. Насколько велика вероятность полностью прийти в себя реабилитироваться после тяжелой болезни? В зависимости от заболевания, в зависимости от возраста и в зависимости от того, как скоро начато реабилитационное мероприятие. Есть такое понятие, как реабилитационный потенциал. Он тем выше, чем пациент моложе, и чем раньше начато реабилитационное мероприятие. Вот смотрите, в соседней России существует такая статистика. Не знаю, сколько точны эти данные, но я специально себе выписал. Лишь 15-20% людей, которые перенесли инсульт, попадают в реабилитационные центры. Ваше отделение тоже можно в какой-то степени назвать таким центром реабилитации, допустим, небольшим. А вот наши пациенты, все ли имеют доступ к реабилитации? В частности, если брать наш Мозырь. Город все-таки по нашим белорусским меркам не маленький. Людей с проблемами со здоровьем много. Вот 40 человек, 40 коек в отделении, хватает ли на всех? Хватает. Наше отделение оказывает медицинскую реабилитационную помощь не только жителям Мозырьского района и города Мозыря, но и шести по Олесским регионам. Дело в том, что реабилитационные мероприятия, например, как вы затронули тему острого нарушения мозгового кровообращения. Это инсульт, да? Это тот же инсульт, проводится в течение первого года. Для того, чтобы реабилитационные мероприятия принесли пользу, но не нанесли вред, необходимо прежде всего стабилизировать жизненно важные функции организма. То есть есть, кроме показаний для проведения реабилитационных мероприятий, есть еще и противопоказания для проведения реабилитационных мероприятий. Если есть какие-то осложнения, то пребывание в реабилитационном отделении можно отсрочить на какой-то период для того, чтобы все-таки провести их максимально эффективно. Если говорить о нашей статистике, то для молодых людей оказание реабилитационной помощи после инсульта практически приближается к 80-90%. Для лиц пожилого возраста процент чуть меньше, от 70 до 60%. Но это, скорее всего, связано с отсутствием реабилитационного потенциала и наличием осложнений. Кроме этого, кроме стационарного отделения, у нас существует домашний этап реабилитации и амбулаторный этап реабилитации. Реабилитационное отделение существует и при центральной городской поликлинике, и при городской поликлинике номер 2. В поликлиниках есть также и залы ЛФК, физиотерапевтические отделения, есть кабинеты массажа. Имеется возможность пройти медикаментозно-реабилитационные какие-то мероприятия в дневных стационарах. То есть выстроена определенная этапность оказания реабилитационной помощи. И при отсутствии противопоказаний, при желании пациента, при его активности, возможно пройти всем 100%. Я знаете, на что обратил внимание, может быть это просто не попало в кадр, но я заметил, что когда были на съемках, люди, которые проходят курсы реабилитации, какие-то делают, казалось бы, простейшие движения, какие-то несложные вроде упражнения, но видно, что людям очень-очень тяжело. То есть буквально некоторые через силу, через боль, даже превозмогая, продолжают заниматься. Но всем ли хватает терпения? Может быть кто-то просто не хочет проходить реабилитацию, махает рукой на это все, машет? Есть. Есть такие люди, которые отказываются от проведения реабилитационных мероприятий. Ну как и от прочим, от любой другой медицинской помощи. Такие тоже пациенты есть. Наши инструкторы ЛФК, наши методисты ЛФК, медицинские сестры физиотерапевтических отделений, они работают согласно нашим установленным методикам, разработанным методикам, которые иногда корректируются под каждого пациента индивидуально. И стараются заставить каждого выполнить поставленную задачу. Задачу ставит, конечно же, врач. Например, это улучшить подвижность в суставах. И тогда уже прилагаются все усилия, чтобы достичь максимального результата. Без желания пациента это сделать, конечно же, очень сложно. То есть человека никто не заставляет проходить курсы реабилитации? Это уже личный его выбор, да? Мы не можем его заставить продолжить лечение в стационаре. Молодые люди, которым случается тяжелое заболевание, чаще даже предпочитают амбулаторный этап реабилитации. Все-таки длительное пребывание в стационаре для многих это утомительно. Хочется побыть семьей, но там, где есть возможность, да, то есть сохранена функция передвижения, и пациент в состоянии прийти в поликлинику, все те же мероприятия, ну, практически все те же мероприятия мы можем выполнить и амбулаторно. Спасибо. Напомню, что сегодня мы обсуждаем вопросы работы медицинских учреждений нашего города, поэтому, уважаемые телезрители, если есть какие-то вопросы, замечания, предложения, может быть, благодарности, не стесняйтесь, пользуйтесь телефонами горячей линии, а также электронной почтой. Ну, а мне хотелось бы сейчас перейти к другому вопросу, который у нас вот сегодня запланирован. Это даже не наша инициатива поднять, а инициатива многих медработников, в частности, врачей-терапевтов, да, такой коллективный глаз выпивающего в пустыне. Проблема самолечения, я думаю, во все времена была актуальна, сейчас как-то она особенно обострилась. Вот даже вот пишут в интернете терапевту, что я читал такие откровения, что пациенты сами друг другу какие-то лекарства, советы, да, одна бабушка, другой совет, вот там желтенькие таблеточки, мне помогли тоже попробуй, потом это вторая бабушка, которая тоже попробовала прибегать с какими-то осложнениями к врачу или даже привозят, да. Насколько велик масштаб этой проблемы, на Ваш взгляд? Масштаб, ну, я бы не сказала, что это такой всеобъемлющий масштаб, и каждый наших пациентов или каждый нам житель нашего региона пользуется услугами, например, там тех же интернет-сайтов или каких-то там непроверенных немедицинских, немедицинской информации в средствах массовой информации. Большинство все-таки предпочитают профессиональную помощь, но в своей практике и я в том числе часто сталкивалась, зачастую сталкивалась с проблемами самолечения. При этом у тех пациентов, которым я вот задаю вопрос, а почему же все-таки Вы выбрали данный вот как бы способ, не посоветовавшись с врачом, получить вразумительный ответ, ну, бывает очень сложно. Например, вот тоже как бы хочу привести для наших телезрителей такой как бы... Красноречивый. Да, красноречивый пример, когда некоторые мои пациенты пытались избавиться от сахарного диабета, употребляя в пищу авиационный керосин. Да, итогом стал токсический гепатит, при этом это было вот 4 случая в моей практике, и, кроме всего прочего, вот среди этих 4 случаев был даже один учитель, да, казалось бы, человек с высшим образованием. Сложно представить себе, что кто-то из нас бы, например, когда сломается холодильник или какая-то там стиральная машина, любая бытовая техника обратился бы за помощью, ну, например, каким-то целителям бытовой техники. Да, это было... То есть пришел с бубном, постучал, да, да, сработает. Да, да, а ведь человеческий организм устроен на много сложнений, и я бы хотела всех призвать прежде всего обращаться к профессионалам, то есть к медикам. Любое народное средство лучше обсудить со своим лечащим врачом, стоит ли его применять, не навредит ли оно. Ну, наверное, одна из причин, вот как мне кажется, в том, что все-таки само лечение, либо обращение к каким-то непроверенным средствам все-таки сохраняется, вот как-то в популяции, да, или как бы среди наших жителей, это то, что, наверное, вряд ли на каком-то кабинете медицинского работника можно увидеть плакат, даю стопроцентную гарантию излечения от повышенного давления или стопроцентно избавлю вас от проблем с сердцем. А вот во всемирной паутине, на некоторых сайтах, в некоторых газетах вот такие выражения присутствуют, стопроцентно избавлю от чего-то, хотя врач вряд ли даст такую рекомендацию или совет именно стопроцентного избавления. Слишком много нюансов в человеческом организме. Ну, вы говорили о народной медицине, но сейчас, когда подходишь к любому варьку, где продаются газеты, журналы, и там всяких этих журналов, рекламирующих исцеление, я не буду перечислять названия, то еще бы не в рекламе или в антирекламе, но там рецепты такие-то, рецепты всякие-то, там журналы посвященные целительству, там люди рецептами обмениваются, а меня вот излечило то-то, а я там, не знаю, чуть ли не толченый кирпич пил, и мне это помогло. Вот эта информация, которая в таких же изданиях, ну, вообще кем-то проверяется, вы вообще сами листали их когда-нибудь? Нет, я не листала. Иногда некоторые мои пациенты, да, приходят ко мне и советуются, стоит ли применить то. С вырезками приходят? Да, с вырезками, с журналами, а иногда уже с приобретенными препаратами. Да, и задают вопрос, можно ли это применять. По мере сил, по мере возможностей, конечно, я пытаюсь ответить на все вопросы своих пациентов, но, конечно, я призываю каждого, прежде чем что-либо применить и экспериментировать на себе, посоветоваться со специалистом, обязательно посоветоваться. Отрицательных примеров, я думаю, что у каждого врача наберется не один десяток, а вот положительных примеров, к сожалению, да. И кирпич помог. Да, вот таких примеров, к сожалению, я привести не могу. Ну, сразу, прежде чем уйдем на рекламу, вопросом хочу озвучить тему. Татьяна Петровна интересуется, знаете ли вы о Нуго Бест и что он дает? Не знаю. То есть лучше обратиться к вам в рабочее время с препаратом. Да, в рабочее время с препаратом, посмотреть его состав. А, кстати, телефон ваш, озвучите, пожалуйста, рабочий. 35-87-57, мой рабочий телефон. 35-87-57. Ну, а для Татьяны Петровны, опять-таки, хочу посоветовать приобретать лекарственные средства и даже растительное сырье для фитотерапии только в аптечной сети. Ни в коем случае не с рук. Хорошо. Ну, это оптимистичная нотя. Мы прерываемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем общаться с Галиной Анатольевной Будковской, заместителем главного врача Мозорской центральной городской поликлиники. Если имеются какие-то вопросы по организации медицинской помощи в нашем городе, если есть замечания, предложения, пожалуйста, обращайтесь по телефону горячей линии, также по электронной почте. Ну, вот пока был вопрос о препарате со странным названием Nouga Best. И благодарность пришла. Благодарность Елены Викторовны Лискевич в адрес Ивана Панфиловича Ящуковского. Так что, думаю, если он нас вдруг не видит, то, думаю, вы передадите. Обязательно передам. Спасибо. За его доброту, отзывчивость. Очень хороший врач, душевный. Всегда буду ему благодарна. Спасибо. Ну, что касается врачей, сейчас очень актуальная проблема – это нехватка определенных специалистов. Ну, я думаю, что лучше мне знать, что в педиатрии – это беда. Мало педиатров, участковых, много пенсионеров, узких специалистов не хватает. Опять же, в детской поликлинике. Да и в поликлиниках городских бывает не так просто попасть. Кстати, вот к вашим коллегам-эндокринологам тоже говорят записываться чуть ли не за месяц вперед. Понятно, что это проблема не только Мозырь, не только Мозырского района. Это, в принципе, по всей Беларуси наблюдается в той или иной степени похожая картина. Но все-таки интересует людей вопрос, многих, когда эта, наконец, ситуация хоть как-то разрешится, когда станет попроще попасть к специалисту. Для того, чтобы уменьшить проблему очередей, делается очень многое. Изменяется и корректируется график приема врачей. Формируется график замены для того, чтобы в отсутствии специалиста всегда был кто-то, кто мог бы его заменить. Сейчас как бы тенденция такая есть, что молодые наши врачи приходят. Приходят в том числе так называемые и узкие специалисты. Мы их максимально стараемся задержать на своих рабочих местах. Но проблема с первичным звеном, да, с педиатрами и терапевтами пока остается, наверное, даже более острой, чем проблемы с узкими специалистами. В этом году мы ожидаем, что прибудет 29 молодых специалистов к нам. Будем надеяться, что... Это в наш город, да, то есть в целом. Во все учреждения здравоохранения самых разных направленностей специалисты прибудут. Ну, конечно же, будем стараться их задержать. Разработан алгоритм приема узкими специалистами. Все-таки правильнее обратиться изначально к терапевту, либо к педиатру, если говорить о детской практике. И врач первичного звена сориентирует, стоит ли обращаться в данной ситуации к узкому специалисту, либо можно справиться с силами того же терапевта или педиатра. Для этого и создано первичное звено, и для этого, в принципе, существуют педиатры и терапевты, которые как фильтр должны оценить возможность оказания либо специализированной, либо общей медицинской какой-то помощи. К сожалению, наши пациенты редко пользуются такой возможностью, предпочитая самостоятельно обращаться к тому специалисту, которому они посчитают нужным. Есть такое в практике. Будем надеяться, что постепенно мы приучим наших граждан работать в рамках нашего алгоритма и работать именно в плановом режиме. Но, однако, вот недавно читал в интернете, в Минске сейчас такое новшество испытывают, как врач то ли семейный, то ли общей практики, когда отобрали специалистов, специально для них проводят сейчас, может быть, уже даже закончили, что-то вроде мастер-классов или курсов повышения квалификации, чтобы в перспективе это были врачи общей практики. А что это за такое новое веяние? И есть ли такое у нас? Есть ли вообще смысл его внедрять? В Мозыре, в Мозырском районе, есть врачи общей практики. В Мозырском районе работают врачи общей практики в Руднянской амбулатории и в Креничанской амбулатории. Для жителей села остается все-таки проблема доступности специализированной медицинской помощи. Она стоит выше, чем для городских жителей. Ну, в силу даже таких транспортных особенностей, не каждый день можно добраться в город, либо в удобное время, в часы работы поликлиники. Поэтому были обучены два молодых специалиста в плане общей практики. Что это значит? Это значит, доктор наблюдает как и взрослых, так и деток. Он может оказать минимальную помощь в плане лечения каких-то небольших травм, в плане гинекологической помощи изначальной. И там, где необходимо, опять-таки, сориентировать пациента на оказание специализированной помощи, ну, пусть несколько отсрочено. Не в тот же день. То есть, если я вас правильно понял, вот, например, семья молодая, там, папа, мама, сын или дочь, да, или там двое уже детей. Да, да, да. То есть, это один врач, который и взрослых лечит, и детей. Да, да, да. Они могут приходить на прием вместе с семьей и решать все проблемы с одним доктором. А в чем, по-вашему, плюс этой системы, если он здесь вообще имеется? Все-таки мы привыкли, что есть узкий специалист, к которому приходишь с какой-то конкретной проблемой. Для того, чтобы, наверное, решать общую проблему здоровья семьи, но лучше врача общей практики не найти. То есть, врач, который знает, у кого какая болячка, да, какие проблемы? Безусловно, безусловно. Он знает и особенности питания этой семьи, и особенности образа жизни этой семьи, что зачастую узкому специалисту недоступно. И может дать рекомендации в целом по изменению того же образа жизни, по рекомендации по питанию, рекомендации по, там, каких-то применению тех же лекарственных средств в целом в семье, и это достаточно актуально в современном мире. Ну, знаете, если обратиться к классикам литературы, взять даже Булгакова, например, Тургенева, то обращает на себя внимание очень интересная деталь. Мы-то привыкли, что вот есть терапевты, есть узкие специалисты, а там, например, в те времена, там, 19-й век, начало 20-го, если ты земский врач, например, неважно, с чем тебе приехали, так в глаз что-то попало пациенту, лечишь глаз. Простуда – лечишь простуду, перелом – значит, лечишь перелом, рана – значит, зашиваешь рану, ну и так далее. То есть, практически на врача падала такая обязанность владеть всем и уметь делать практически все. Но внедрение врачей общей практики не приведет ли это к снижению общего качества оказания медицинских услуг? Ни в коем случае. Современный, наверное, подход к оказанию медицинской помощи таков, что, опять-таки, вот как мы говорили о фильтре, педиатр, терапевт – это все-таки какое-то первичное звено и фильтр для того, чтобы в дальнейшем направить пациента к узкому специалисту для оказания высокотехнологичной помощи. То же самое и семейный врач. Но в силу общности, да, подхода к семье, в силу доступности, наверное, этот вид помощи будет востребован. Какими темпами он будет развиваться в Мозырском районе, пока еще сложно предсказать. Но мы вот начали именно с районных организаций здравоохранения. И опыт показал, что это имеет свои положительные моменты. А для того, чтобы все-таки получить высококвалифицированную помощь, недостаточно быть врачом в общей практике. Ни один доктор даже… Нас обучали в мединститутах, медуниверситетах всем специальностям. Начиная от педиатрии, заканчивая там и психиатрией, и травматологией и так далее. Каждый, наверное, студент-медик попробовал и раны ушивать, и гипс накладывать, и так далее, и тому подобное. Главное, учил это все экзаменом. Да, и все учил к экзаменам, и отрабатывал на практике. Многие подрабатывали в разных местах. Но для того, чтобы все-таки оказать помощь на современном этапе, нужно владеть своей профессией от и до. Оказание некоторых видов помощи подразумевает знание не только каких-то там теоретических моментов, но и владение медицинской техникой, высокотехнологичной техникой, достаточно дорогостоящей, сложной. И обучение тоже такое достаточно длительное, чтобы оказывать эту медицинскую помощь. Я не думаю, что институт семейного врача или врача в общей практике исключит или сократит узконаправленную медицинскую помощь. Тем не менее, возникает другой вопрос, что касается доступности медицинской помощи. Мы говорили о самолечении, мы говорили о том, что существует определенный алгоритм записи к тем же врачам узкого профиля. Я просто не раз в жизни сталкивался с людьми, которые жаловались, что там такая-то проблема, что-то сильно голова болит или что-то со зрением какие-то там глаз покраснел, к примеру. Но вот к врачу же не попадешь, и там человек идет покупать какие-то таблетки, какие-то капли глазные, советуется с фармацевтом в аптеке или с провизором, правильно сказать. То есть наугад, можно сказать, иногда стреляют из пушки по воробьям. Что все-таки делать? Мы об этом уже часто говорим, но все равно не все об этом знают, не все догадываются. Есть ли именно острое состояние, угрожающее той же потерей зрения, например, или какие-то там раны, повреждения у человека, какие-то состояния болезненные. Можно ли попасть к врачу, минуя запись, минуя талоны, но если действительно вот человек сейчас от боли на стенку лезет? Ну, конечно, можно. При возникновении острого состояния, будто, например, это острая боль, необходимо обратиться в регистратуру, и ответственный регистратор сориентируется, к какому специалисту и как скоро необходимо подвести, направить и буквально за руку ввести данного пациента. Только этого, конечно, стесняться не нужно. И еще раз повторюсь, доверять специалистам. То есть прийти в регистратуру и объяснить работникам, что у меня такая-то семья. Да, спокойно объяснить. У меня острая боль. Подскажите, что мне делать. Какие, как бы тоже, алгоритмы отработаны. Наши среднемедицинские работники постоянно этому обучаются. Лишний раз им проговариваются все варианты. И я надеюсь, что это для всех будет тоже правилом. Вот еще одна тема, которая выплывает из вопроса самолечения. В последнее время доступ людей, не специалистов к лекарствам безрецептурный ограничили, причем ограничили довольно сильно. Я так смотрю, что все идет к тому, что даже валерьянку будут скоро продавать и пластыри по рецепту. Да, в аптеке? Нет, я думаю, что такого никогда не будет. Вообще, наш перечень лекарственных средств, которые применяются в Республике Беларусь, это более 6000 номинований. И лишь 40% из них ограничены рецептурным отпуском. То есть 40% из всего этого количества? Да, да, да. То есть та же валерьяна, тот же пластырь, тот же аспирин, тот же анальгин или какие-то другие обезболивающие простые лекарственные средства вполне можно приобрести в аптеке без рецепта врача. Ну, даже поздравилось тому же фармацевту, да, для того, чтобы как бы облегчить свое состояние. Но то, что касается, например, гипотензивных средств, тех средств, которые влияют на сердечную деятельность, если вот в случае моей специальности это сахароснижающих средств, средств для лечения, там тоже щитовидной железы, все это рецептурный отпуск в силу того, что подбор этих лекарственных средств должен осуществлять только врач-специалист. Ну, и из-за того, что все лекарственные средства имеют свои побочные эффекты, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, какие-то в меньшей степени, ну, это все-таки определяет врач. Это общемировая практика, и это правильно. Но как решается вопрос с рецептами? Потому что есть люди, которым лекарства нужны постоянно в силу хронических заболеваний. Как эта проблема решается? Потому что не набегаешь, что бывает за этими рецептами каждый раз к врачу. В случае хорошей компенсации заболевания пациент вправе потребовать, либо попросить, либо говорить с врачом, выписать лекарственные средства не на один месяц. До шести месяцев врач имеет право выписать рецепты для данного пациента. Ну, это опять-таки, повторюсь, в случае хорошей компенсации заболевания, когда лечение подобрано и, ну, других вариантов, скажем, в ближайшее время не предвидится. То есть стабильное состояние, которое нужно просто поддерживать вот этими же самыми таблицами, да? Безусловно, безусловно, да. То есть до шести месяцев, надо этот важный момент отметить. До шести месяцев, до шести месяцев. Если, опять-таки, все эти моменты нужно обсуждать с врачом. На какой период, когда мне нужно подойти, например, на следующий контроль, как часто мне нужно контролироваться, доктор всё назначит и расскажет. Не стесняться задавать вопросы, обсуждать. Ну, здесь, наверное, ключевое слово «не стесняться спрашивать». Главное, что при этом вежливо и культурно, потому что врачи тоже работа нервная. А сейчас позвольте озвучить вновь пару благодарностей и поздравлений. Ольга Владимировна поздравляет с прошедшим праздником сотрудников ТУБ-диспансера. И особенно Анну Суреновну, которая была лечащим врачом моей дочери. Здоровья всем, финансовой стабильности и всего-всего. Спасибо, Ольга Владимировна. Спасибо. Я думаю, что врачи, медработники ТУБ-диспансера тоже оценят поздравления. Будет приятно людям. О, Руслан Аркадьевич, наш постоянный телезритель, вновь заявляет о себе. Здравствуйте, Руслан Аркадьевич. Приятно вас яснить, то хотя бы чувствовать ваше присутствие заочно. С днём медика Руслан Аркадьевич поздравляет Владимира Владимировича Шобу. Да, я правильно ставил ударение. Владимира Владимировича Шобу желает здоровья и благополучия. Очень хороший специалист. Спасибо, спасибо. Руслан Аркадьевич, очень отзывчивый пациент, я так понимаю. Ну что же, дорогие друзья, мы пока прервёмся на короткую рекламу, после которой продолжим обсуждать вопросы медицины. Задавайте вопросы. Напомню, что сегодня гостья нашего диалога Галина Анатольевна Будковская, заместитель главного врача Мозорской центральной городской поликлиники, той структуры, которая отвечает за функционирование всей системы здравоохранения нашего города и района. Ну вот вам тоже досталось, не поздравление, слова благодарности от Натальи Алексеевны Ковалёвой, если я правильно ставлю ударение. Понравилось, как вы общаетесь с телезрителями. Так что такой небольшой вам комплимент. Спасибо. Ну мы с вами всё говорим о болезнях, о их причинах, о лечении, реабилитации. Самый важный момент – это профилактика. У нас на каждом углу сейчас кричат о здоровом образе жизни, какую-то социальную рекламу где-то крутят, по-моему, на больнице вот такой щит огромный, там такой парень физкультурного телосложения, там, не знаю, знак ГТО у него где-то там может быть есть, просто не видно. Но это, скорее всего, какой-то идеал, который нам вот пытаются пропагандировать, да, подтянутое тело, там, красивое лицо без мешков под глазами. Но как-то в жизни не очень получается этому следовать. Вот как вы считаете, сколько людей из общего числа, ну, действительно увлечены здоровым образом жизни и следят за собой, за своим здоровьем? В последнее время всё-таки наблюдают тенденции, особенно у молодого поколения, соблюдать какие-то основные правила здорового образа жизни. Всё чаще можно видеть молодых людей, которые едут на работу на велосипеде. Ну, сложно сказать, либо это связано с финансами. Ну, даже среди моих коллег таковые имеются, я знаю. Да, да, да. Да, то есть увлекаются спортом, да, то есть мы видим, что занимаются на спортивных площадках. То есть всё-таки мода на здоровый образ жизни приходит в наше общество, и это очень радует. Установить, каков процент, на самом деле, тех, которые соблюдают все рекомендации врача, очень сложно. Никакие социальные опросы, наверное, в этом не помогут. Но из своего опыта наблюдения всё-таки хочу сказать, что да, молодое поколение к этому стремится. Те, которые уже выросли в определённых каких-то рамках, здесь уже изменить их образ жизни бывает очень сложно. Но молодое поколение стремится к этому. Я надеюсь, что таких наших жителей Мозырского района, тех, которые будут выполнять рекомендации наши, профилактировать, возникновение хотя бы основных каких-то заболеваний станет всё больше и больше. Ну а вот у вас есть дети, как-то вы им прививаете сознательно здоровый образ жизни? Ну, конечно. То есть в нашей семье не курят, и употребление алкоголя не приветствуется. Здоровое питание – это то, что обязательно приготовлено мамиными руками с обилием овощей, фруктов и разнообразное питание. Ну, теме питания, вот вы сейчас хорошо сказали, как раз ещё такое время, когда хочется поужинать после долгого рабочего дня. Многим-то сейчас только отключил телевизор. Но вот с питанием очень интересный момент. С одной стороны, да, то, что сам приготовил, как ты знаешь, ещё приготовил своими руками. Но в то же время ритм жизни сейчас ускорился многократно в последние годы. Иногда проще купить ту же упаковку пельменей, сосисок, что-то такое для готового полуфабриката, за 15 минут пожарить и поесть. Можно ли вообще это употреблять в пищу? Или вы категорически против? Ну, наверное, в каких-то жизненных ситуациях можно употреблять в пищу. Ведь опасны не сами сосиски или пережаренные пельмени, а их количество. Если это ежедневная практика, то ничего хорошего из этого не выйдет. Неполноценное питание, но не способствует здоровью, не способствует улучшению своего самочувствия. Такие моменты, наверное, могут быть скорее как исключения, но не как практика. Для занятых людей порекомендую использовать выходной день, какую-то и какую-то часть этого выходного дня, для того, чтобы заготовить какие-то полуфабрикаты, заморозить, оставить в холодильнике. Полуфабрикаты, в смысле, своего уже приготовления? Конечно, своего приготовления, но это мои рекомендации. Ну и действительно, часто у женщин не хватает времени, потому что женщина до сих пор в нашем обществе, это не только мать, это не только хозяйка, но она обычно еще и работает. Ну, кому и рассказывать, собственно говоря, да? Ну, не успеваешь же реально. У женщины рядом должен быть мужчина, который будет ей тоже помогать на кухне. Понимаете, то есть крутить мясо на мясорубку. Ну, или хотя бы приобрести электрическую мясорубку. Вопрос, пришедший по электронной почте. Можно ли употреблять в пищу сою? Насколько она вредна? Конечно же, можно. Опять-таки, повторюсь, опасно и вредна не соя, а ее количество. Если это будет ежедневное употребление, то, опять-таки, это неполноценное питание, и полезного вряд ли что-то можно извлечь из этого продукта. Но, как растительный белок, соя достаточно ценный продукт, и ничего плохого в ней нет. В определенных количествах, пожалуйста, вполне можно. Ну, просто если верить сайтам некоторым, я дополню вопрос нашей, я так понимаю, телезрительницы, да? А некоторым сайтам, то соя вызывает чуть ли там не мужское бесплодие, еще не помню, какие последствия. Ну, хотя по количеству китайцев в мире это не скажешь, они очень плотно питаются. Да, соя содержит и вообще как бы обладает некоторым эстрогенным действием, то есть это подобно женским половым гормонам. И в период полового созревания мальчиков, конечно, чрезмерное употребление сои именно для славянской нации не совсем полезно, но, опять-таки, повторюсь, что опасно и вредна не сама соя, а ее количество. Ну, акцентировали на славянской нации, то есть, чтобы нас правильно поняли, здесь имеются в виду особенности какие-то питания исконные, какие-то генетические? Да, каждая нация, ну, она формировалась в каких-то определенных, в том числе и пищевых привычках, и я приветствую, когда каждый представитель своей нации придерживается своих традиций. То есть тех привычек питания, которые сложились именно исторически? Безусловно, да, которые сложились исторически. Ну, нет ничего плохого, если это тоже разнообразие, тоже китайская кухня, японская кухня, кавказская и так далее. Это разнообразие в питании приносит и положительные эмоции, и новые какие-то такие тоже моменты положительные. Хорошо, а если говорить о наших широтах, вы родом из Брянска, да, получается? Ну, Брянск, это, в принципе, от Беларуси недалеко. По сути дела, это климатически одна и та же полоса. Вот если взять европейскую часть России, Беларусь, то какие здесь у нас привычки питания? То есть как оптимально питаться, исходя из той генетической предрасположенности, которая есть у большинства из нас? Ну, я, наверное, не рискну быть таким историческим экспертом, но и Брянск, и Брянская область, и Беларусь богаты лесами. И, наверное, всегда вот в славянской кухне присутствовали дары леса. Это те же ягоды, которые сейчас присутствуют. Пожалуйста, их нужно в течение лета, можно и заморозить, и обильно кушать. Это различные травы, пусть они не такие острые, как в Кавказке, но тем не менее… Именно приправы, да? Безусловно, приправы. Кстати, употребление в пищу приправ регулярно уменьшает количество употребления соли. То есть пища, которая сдобрена пряными травами, требует меньшего количества соли, как как бы кусового агента. Это тоже помогает вот такому, скажем, правильному рациональному питанию. Это рыба, это речная рыба, которая тоже должна присутствовать на саталене, богатая и ненасыщенными жирами, и белками легкоусваиваемыми. Это, наверное, дичь, ну, которую, наверное, сейчас у нас очень редко увидишь. Ну, наверное, наши предки питались так. Нам тоже следует к этому стремиться обогащать свой рацион ягодами, фруктами. Овощами получается? Овощами, безусловно, овощами. Хорошо. Вот есть же всякие привычки питания, которые сложились, ну, может быть, в последние какие-то десятилетия. Я тоже не рискну выступать здесь в амплуа историка, но если вот верить тем источникам, которым мне приходилось сталкиваться в старину, где-то до начала, даже до середины, может, 20 века, даже, может, по сути, наши предки часто недоедали. То есть крестьяне в основном питались пищей растительного происхождения, злаками, овощами, хлебом. Привилегированные сословия могли себе позволить мясо, и в основном употребляли мясо. Это считалось признаком как раз вот этой вот привилегированности. То есть до определенного времени какие-то перекосы в питании существовали. И даже вот возьмите советское время, мы до сих пор во многом чувствуем в себе культурное наследие Советского Союза, в том числе и в питании, что у нас ценится. Это блюдо с майонезом, это до сих пор, чтобы колбаса была на столе, хотя колбаса не дефицит, но это колбаса, копчености всякие, побольше мяса. И вот приглашают в гостя, ты смотришь, у нас богатый стол, понимаешь, да, хозяева молодцы, постарались гостей вожить, но в то же время ты понимаешь, что многое из состоящее на столе жутко вредно. То есть это что, это какие-то наши привычки сложившиеся, или это просто отсутствие у нас элементарных каких-то знаний и понимания процесса питания? В каждой ситуации, наверное, по-разному. Кто-то сознательно следует только каким-то своим привычкам, не стремясь к чему-то, что-то изменить. Для кого-то это, да, какой-то недостаток знания, но опять-таки есть вполне легальная литература, которая написана врачами-диетологами, можно изучать ее и формировать свой режим питания, исходя из рекомендаций. Если говорить о пациентах с какой-либо патологией, опять-таки какие-то диетические моменты нужно обсудить со своим лечащим врачом. В частности, например, специальность эндокринология подразумевает изменение образа жизни в плане изменения образа питания, например, у пациента с диабетом, с избыточным весом и так далее. Для своих пациентов, формируя для них диетический режим, я всегда говорю, что диету сложно соблюдать первые 365 дней в году, а затем она становится нормой жизни. То есть тогда, когда человек подходит сознательно к здоровому образу жизни, когда подходит сознательно к своему питанию, все возможно. И это входит в дальнейшем просто в привычку, становится нормой жизни, и уже майонез в магазине не приобретается, и отходит на второй план какая-то там жирная, неполезная пища. Спасибо. Еще один интересный вопрос, вот смотрю, электронная почта активизировалась. Как Вы относитесь к вегетарианству? Я не вегетарианец, если это интересует наших телезрителей. Я приверженец все-таки разнообразного питания, и считаю, что разнообразие питания – это не только полезно, но еще в плане… и приятно, да, то есть еще и дарит какие-то положительные эмоции. Пища должна на самом деле вызывать удовлетворение. Вегетарианство, наверное, для кого-то это выбор, и каждый волен поступать так, как ему хочется. Да, так, как ему хочется, это, наверное, чей-то выбор в том числе, и не вправе его осуждать. Есть разные моменты, опять-таки, есть мои коллеги, которые категорически приветствуют вегетарианство, а есть те, которые категорически его отрицают. То есть даже среди врачей нет единого взгляда на эту проблему. Да, нет единого взгляда на эту проблему. Ну, хотя так, если говорить честно, то больше тех, которые все-таки его отрицают. Опять-таки, за разнообразие питания. На Ваш взгляд, все-таки человек по своей природе – это существо, это хищник, это все-таки вегетарианец, или это что такое среднее, всеядное? Ну, это всеядное существо, наверное, все-таки всеядное. Наверное, поэтому люди и выжили, и так размножились по всему земному шару. Все может быть. За счет своего. Все может быть. Пока немножко оставим вопросы питания. Вот здесь поздравления. Валентина Попкова поздравляет с прошедшим праздником врача неврологического отделения 2-й поликлиники, я боюсь ошибиться в ударении, Анну Владимировну Быхан, наверное, да? С прошедшим праздником. Спасибо большое Анне Владимировне за чуткое понимание, чуткое отношение к своим пациентам, удачи в вашем нелегком труде. Спасибо. Однако у нас, если мы говорим уже о здоровом питании, многие наши привычки, ну, действительно, как-то со здоровым питанием, со здоровым разом жизни мало взаимосвязаны, да? Многие ведь продукты есть, говоря о которых диетологи чуть ли там не за волосы хватаются, вот тоже, например, взять сало, да, которое мы любим. Да, то есть, ну, действительно, мы привыкли есть мясо, жирное сало. Как вы к таким продуктам относитесь? Опять-таки опасно не сало, а его количество. Если его потреблять в пищу, ну, скажем, в качестве лакомства, особенно, да, в виде, может быть, даже утреннего бутерброда, ну, почему бы и нет? Людям физического труда вряд ли повредить, там, кусочек хорошего сала с прожилочкой и так далее. С утра? Ну, можно и с утра, можно и на обед. То есть, ну, опять-таки, повторюсь, что опасно не сало, а его количество. Не стоит, чтобы это было ежедневным, вот таким вот, скажем, постоянным продуктом на столе, особенно в виде... Да еще под 100 грамм? Ну, мы эту тему вообще опустим, то есть, алкоголь... То есть, еще и особенно с жирной пищей, это особенно такое сочетание? Безусловно, да, 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 да. Это мы даже, я считаю, что даже обсуждать не стоит, но это не полезно. Ну, вот видите, вопросы питания у нас регулярно всплывают, а даже зрители интересуются, но получается, что у нас в поликлиниках нет штатного диетолога, который бы именно принимал бы пациентов и давал какие-то советы, рекомендации. Я знаю, есть диетолог, была у нас в гостях, очень интересно, побеседовали в столовой, да, в больнице, в других ведомствах смежных присутствуют врачи, у которых есть опыт работы диетологом, но нет в поликлинике. Появится ли когда-нибудь такая штатная единица у нас? Мы введение такой штатной единицы пока не рассматривали. Не предусмотрено, нет. Каждый врач, опять-таки, назначает лечение пациенту, вот составляя план лечения, всегда на первом месте назначает диету, которая там для врача обозначается буквами там А, Б, С, Д, как сам для себя. Я надеюсь, что мои коллеги не забудут рассказать своим пациентам об особенности диеты при каждой патологии. То есть, как правильно питаться? Безусловно. То есть, иногда это какие-то банальные рекомендации, минимальные ограничения, но тем не менее, которые оказывают положительный эффект. Немного у нас времени осталось, как-то быстро пролетает оно в беседе, но один вопрос мы попробуем по электронной почте рассмотреть. Пишет наша телезрительница Елена, обращается с таким интересным вопросом. Очень люблю кофе, не могу без него проснуться. Знаю, что это очень вредно. Может, подскажете, чем можно заменить? Сложно сказать, чем можно заменить кофе. Все-таки такой напиток и ароматный, и приятный. Мне кажется, у нас половина страны на нем сидит. Ну, наверное, не столько сидит, сколько, конечно, употребляют в пищу или пьют регулярно. Богатый кофеином чай, и особенно зеленый чай. То есть, наверное, в течение дня рекомендую все-таки заменить чашку кофе чашкой зеленого чая. Она достаточно хорошо тонизирует и поддерживает умственную активность. Ну, а утреннюю чашку кофе, ну, я не думаю, что это такая уже вредная рекомендация для наших пациентов. Если все в порядке с давлением, если хорошо переносимость, то выбирайте качественные сорта и пейте на здоровье. Ну, не часто. По утрам, пожалуйста. Но какая-то существует критическая норма употребления кофе, потому что многие люди, да и коллеги моим, да и за собой, да замечают, что когда в моменты напряжения он становится постоянно чашку за чашкой. Есть какой-то предел, за которым уже все? Есть норма употребления кофеина, да, то есть, есть определенная какая-то доза, опять-таки, она зависит от возраста и от массы тела. На пачках кофе иногда можно заметить, да, что там есть пятерочка, от единицы до пяти, когда доза кофеина тоже вот как бы указывается на кофе. Поэтому тем, кто хотел бы себя несколько ограничить, рекомендую приобретать те сорта, которые с маркировочкой 1-2, там, где низкое содержание кофеина. Но норма употребления кофе, это, ну, максимум 2-3 чашечки в день. То есть, не очень крепкого, да? Ну, среднего, да. Среднего кофе, это то, что, наверное, будет для молодого человека безопасно. Опять-таки, с возрастом, все-таки, наверное, лучше отказаться от кофеин, содержащих напитков, перейти на морсы, компоты. Ну, то есть, немножко так грустно звучит. Почему? Ну, может быть, в хорошем компоте тоже есть какие-то свои плюсы. Пожалуй, последнее поздравление на сегодня озвучим. Вновь Руслан Аркадьевич поздравляет хирурга-стоматолога Морозова, к сожалению, у меня отчество не указано. С днем медработника. Ну, что ж, передаем вам благодарность и поздравление от Руслана Аркадьевича. Галина Анатольевна, очень приятно было с вами пообщаться. Я надеюсь, что не только мне, но и нашим телезрителям. Много чего полезного мы сегодня услышали. Надеюсь, что еще как-нибудь встретимся в эфире, продолжим наше общение. Ну, и что бы вы могли по традиции пожелать нашим телезрителям? Нашим телезрителям, конечно же, здоровья. Здоровья, удачи, всего самого хорошего. Большое спасибо. Напомню, что в гостях у нас была Галина Анатольевна Будковская, заместитель главного врача Мозорской центральной городской поликлиники по вопросам реабилитации и медицинской экспертизы. Это была программа «Делок в прямом эфире» в студии работала Валентин Бойко. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова